в чем вы сегодня ошибаетесь чего не замечаете меня зовут ирина я таролог и психолог всех приветствую на своем канале сегодня посмотрим вот такой вопрос на что сегодня вы пытаетесь закрыть глаза может быть сознательно и бессознательно и каковы последствия вот этой ситуации все лично для вас часто бывает так что мы принимаем желаемое за действительно и ждем того что давно бы нужно отпустить давайте посмотрим что расскажут нам карты и так в чем сегодня вы ошибаетесь возможно чрезмерное значение сегодня вы придаете карьере деньгам саморазвитию очень много времени сегодня тратите на работу с одной стороны ваше рвение заработать больше и позволить себе в этой жизни больше в общем-то понятно и похвально но с другой стороны нужно понимать что на первом плане все таки находятся духовные ценности вас работа часто забирает основной энергетический ресурс у вас просто не остается сил на семью на детей на любимого человека вообще на близких людей да вы живете в каком-то своем мире скорее всего вас произошел в какой-то момент рост скачок резкое движение вперед вы достигли серьезных успехов в работе в карьере уровень вашей жизни сегодня достаточно неплохой стабильный скажем так и есть потенциал для роста то есть для вас в какой-то момент открылись новые возможности перспективы какие-то которые закрыты для многих из вашего близкого окружения отсюда скорее всего и ваша отчужденность вот это ощущение внутреннего одиночества тебе хочется поговорить по душам но ты понимаешь что либо видя только деньги хотят от вас да именно вот вот этого финансовый аспект первичен почему-то в отношениях у вас с людьми либо идет зависть вот именно идет момент как отчуждение вашего других людей вы сами сознательно выбрали вот это одиночество этот свой тесный мир потому что не нашли во внешнем мире взаимопонимания поддержки человека близкого вот ощущение что нет родной души вашей жизни эта карта говорит о человеке который держит сознательно себя в каких-то рамках это внутренняя самодисциплина вот именно это самодисциплина и помогает вам достигать в жизни разных высот до разного уровня поднялись вы надо отметить достаточно высоко уже вас финансовая независимость свобода полнейшая свобода в этом плане но это только ваша заслуга но вместе с тем видите что есть сторона вашей жизни которая как будто бы не не развивается и вы не понимаете почему вот финансах в работе как-то вам удалось запустить вот это колесо движение а вот касательно отношений с людьми поиска родной души установление дружеских контактов с этим как-то почему-то сегодня сложно вы закрыты вы закрыты потому что вас не понимает ваш ближайший мир ваше окружение ближайшее поэтому здесь идет конечно смещение акцентов нужно нужно смена акцентов работает и прекрасно давайте посмотрим что карты нам сейчас скажут женщина привилегированная леди но вот как людям быть с вами если вы человек который ушел уже достаточно далеко от них вы выросли в интеллектуальном уровне в финансовом плане между вами и вашим привычным окружением реально сейчас образовалась преграда как будто стена даже вы производите впечатление настолько самодостаточного человека неважно мужчина женщина что в общем люди даже как-то с одной стороны вас побаиваются при этом и завидуют и осуждают даже возможно осуждают считая вас человеком холодным высокомерным ну вы просто человек умеющий организовать себя и свое пространство я здесь не вижу никакого высокомерия я здесь вижу огромную работу над собой вышли к этой цели и хотели другой жизни более комфортный вы открывать двери в своей судьбе стремились и положили на это большую часть своей жизни возможно на всяком случае очень много времени ушло у вас вот на открытие этих дверей вы сами создали себе вот этот мир и вы безусловно имеете право получать все блага из этого мира сейчас уже мир отвечает вам когда-то вы вложились в этот мир вы что-то отдали во вселенную но сейчас уже высшие силы отвечают вам дороге вам денежное благополучие твердую почву под ногами но это как жертва такое ощущение что вот это ваша новая жизнь как жертва касательно тех взаимоотношений которые когда-то у вас были с людьми идет отсечение причем такое знаете само по себе как происходящее отсечение от вас общество с которым у вас были когда-то контакты какие-то близкие дружеские взаимоотношения сейчас стена и она продолжает расти между вами и неким кругом людей что вас ожидает вас ожидают какие-то новости вас ожидают новости то есть видите что здесь этот ваш достигнутый уровень он как будто бы трансформируется во что-то новое то есть ваше пространство идет что-то новое голуби это новости это что-то положительное возможно это действительно личный аспект как будто налаживается личная жизнь то есть сейчас вы живете как будто акцентируя свое внимание именно на саморазвитие но это лишь одна сторона медали как говорится но очень скоро откроется и вторая сторона этой медали здесь идет налаживание чего-то это судьбоносная встреча может быть это могут быть какие-то новости о том что в вашу жизнь входят какие-то новые люди голуби это что-то позитивное то что-то духовное это примирение это восстановление взаимопонимания что-то здесь будет возвращаться на круги своя что-то здесь будет возвращаться возможно вот именно так на круги своя вы новость какую-то получаете это новость новость на самом деле меняющие обстоятельства в другую сторону это что-то что заставляет вас возможно попереживать поволноваться видите почему поволноваться игры попереживать потому что на дне колоды вот такая достаточно сложная карта но вы знаете эта ситуация станет для вас как но как прозрением что ли вы настолько привыкли считать себя человеком неуязвимым может быть вот эта самодисциплина сделала вас в некоторой степени человеком роботом вы подчинены определенной системе да вы там работаете вы там зарабатываете там действуют определенные правила вы основной свой энергетический ресурс вкладываете туда соответственно вы этим живете это ваша основная роль но здесь идет открытие как бы других позиций вы на жизни должны посмотреть еще и с другой стороны вот высшим силам угодно не спасать вам какие-то обстоятельства которые до заставят вас попереживать кто-то пострадает даже немножко вот прям знаете идет отчаяние как руки опущены да может быть уже отчаялись найти человека по судьбе родной душу вам одиноко в этом своем простанстве да вы заработали это все своим собственным трудом и она вашим и останется безусловно но очень хочется это кому-то подарить уже невыносимо вот это чувство одиночества чем дальше вы продвигаетесь по жизни чем большие вершины вы покоряете тем острее вот это чувство одиночества и здесь трансформация какая-то будет для того чтобы сдвинулась что-то с мертвой точки чтобы вы вспомнили что вы все-таки в первую очередь женщина да или если мужчина смотрит чтобы вспомнили что для вас тоже важны в первую очередь отношения и женщина которая будет рядом вот это первично а работа это уже то что прилагается как приятное приложение к духовным ценностям вот здесь жизнь заставляет вас об этом вспомнить вы находитесь в виде в постоянном труде мы просто с головой погружены в работу это ваша основная жизнь основная цель все ваше будущее вы сосредотачиваете сегодня именно с ассоциируете да со своей своей работой с карьерой с бизнесом увидите себя в этой сфере но совершенно почему-то не представляете себя в качестве семьянина например если мужчина да если женщина в качестве супруги которая могла бы дома находиться и обустраивать дом заниматься домашним хозяйством но карта брака выходит понимаете вот если по судьбе брак и отношения значит это и будет происходить то есть это по сути показатель того к чему все сейчас идет идет все сейчас встречи судьбоносным человеком вот почему мы очень долго не можем найти человека по судьбе своего человека потому что мы настолько смещаем акценты в жизни что в общем только вмешательство высших сил способно нас направить и часто нам нужно так чтобы вот ударить нас до чтобы мы открыли глаза на что-то чтобы убрал упала пелена с наших глаз да вот как то так здесь настолько мы погружаемся во что-то что вообще являться должно второстепенным что нас нужно из этого просто вытаскивать выталкивать здесь реально вот движущая сила будет которая вытолкнет вас из привычного какого-то мира вашего из привычного образа жизни а по-другому здесь никак никак вы настолько срослись вот этим миром и не рассматриваете в принципе ничего другого вернее хотите конечно рассматривать наверняка вы находились в поисках отношений пытались пробовали там знакомиться да как-то общаться развиваться отношения но это ни к чему не приводило опять же почему потому что на первом месте работа вот последствия собственно говоря вот того что у вас произойдет вот это смещение акцентов довольно таки болезненная не очень приятная ситуация какая-то но кардинально меняющие ваше сознание ваше отношение к самому себе к окружающим вообще к миру есть философия жизни меняется вы воспринимаете жизнь по-другому вот что значит смена акцентов повторюсь это будет как вынужденное что-то это не потому что вы вдруг так проснетесь утром и решите что мне нужно произвести смену своих каких-то глобальных привычных ценностей и пойти по другому пути нет здесь вынуждает обстоятельства потому что вы самостоятельно уже не выберетесь отсюда только волею вселенной последствия для вас этой ситуации для мужчин это перемена кардинальная встреча своей половинки для женщин здесь сигнификатор вас характеризует это исполнение ваши ваши мечты ваших надежд реализация то есть вы давно мечтали о человеке родной душе которая будет рядом с вами да а надежно мужчине о крепком плече и он появляется здесь перемена какая-то происходит по судьбе судьбоносная перемена эти карты какие-то перемена брак любовь здесь духовные ценности превалируют вот что значит произвести грамотную переоценку ценностей акценты становятся на место и судьба человека идет так как должна идти вы должны были давно уже быть в отношении вас давно должна быть уже семья и успешная семья благополучные отношения вас по судьбе это никаких проблем преград к этому я здесь не вижу только смещение акцента возможно это веяние времени сейчас все зарабатывают да сейчас все стремятся комфортной жизни знаете как в бегах за комфортом забил забываем о ценностях духовных о том на чем базируется мир и вообще все законы мироздания на духовности но у вас все само становится на место на свои места саму по себе здесь все будет меняться так как должно быть должно было быть изначально последствия для вас этой ситуации взаимодействие тесное взаимодействие с кем-то вы как одинокий волк или как одинокая волчица привыкли рассчитывать только на себя и понятно почему вы на других производите часто впечатления холодного человека замкнутого высокомерного хотя таковым не являетесь от природы вы мягкий человек чувствительный потому что вам дано вот это чувство любви познать да у вас есть вас заложены вот эти семейные ценности иметь семью иметь детей иметь благополучные взаимоотношения с окружающими людьми это вас есть вот эти энергии да есть вот люди на которых крест одиночества лежит здесь такого нет ваше одиночество это продукт вашего выбора сознательного результат этого выбора но карты идут замечательные на будущее идет взаимодействие духовное то есть желание построить отношения с кем-то у кого-то может быть почему холодность такая появилась и отношение такое немножко но тут и высокомерная и такой расчетливая потому что какой-то печальный опыт был в жизни да и вы сердце закрыли потому что было очень больно но время расставляет все акценты так как они должны быть расставлены рано или поздно это происходит вы можете очень долгое время пребывать в одиночестве для вас уже не один год работа играет главенствующую роль но если вам по судьбе встретить человека вы его обязательно встретить я вижу что здесь будет встреча и очень быстрый переход карта перемены и брак на серьезный уровень в ранг семейных отношений вы учитесь взаимодействие вы только начинаете учиться взаимодействие даже если вам сейчас 40 50 лет вы только сейчас начинаете понимать как строить отношения мудро грамотно вы только сейчас готовы морально к этим отношениям и вообще к браку большинство людей в 30 и 40 бывают не готовы видите идет контакт разговор умение выстраивать отношения умение разговаривать друг с другом друг с другом нужно разговаривать обязательно большинство проблем межличностных возникает тогда когда мы недопонимаем друг друга мы не умеем словесно выразить внутреннее свое содержание возможно вы будете проходить какой-то там тренинг до взаимоотношений это знаете как как цель научиться открываться этому миру и другому человеку вы настолько зажаты в себе вы настолько скрыт скрыт как-то живете замкнута то есть вот этот вот некий страх того что я расслаблюсь и мои позиции станут менее успешными это вас пугает сейчас а счастье это что удовлетворение жизнью наслаждение жизнью это умение быть расслабленным принимать то что дает жизнь сегодня ты на высоте завтра у тебя падение может произойти но ты должен выжить его там внизу и принять эту ситуацию как урок как ценную кармическую ситуацию для своего будущего для своего личностного роста вы боитесь падения в жизни вы боитесь ошибиться и живете как натянутая струна невозможно всю жизнь побеждать и выходить в лидеры стремиться только к этому вы достигли серьезных вершин вы человек такой трудоголик вы вкладываете с работу очень серьезно вы умеете работать умеете достигать своих целей задач этому вы хорошо научились но получилось так что страда пострадала вторая сторона духовная видите как то есть неверное распределение энергии на что-то был сделан очень мощный акцент а на другое просто не остается сил и энергии и соответственно желание никакого нет здесь кого-то проиграется так что вы самому себе либо самой себе в какой-то момент своей жизни не очень приятный тяжелый могли стремиться что-то доказать человек часто уходит в карьеру в работу именно с целью себе что-то доказать я говорю вы по жизни человек который боится падение а не надо этого бояться падение очень часто оборачивается тем что человек в итоге находит истинный путь свое счастье и благополучие жизнь наверху жизни там где нужно необходимо удерживать свои крепкие позиции это не всегда счастье это успех может быть но временный до поры до времени рано или поздно приходит ощущение того что ты этого уже не хочешь ничего тебе хочется быть где-то в других обстоятельствах где все проще где нет этих правил игры тебе хочется вырваться из этого замкнутого круга то есть ощущение вот того что ты замкнулся или замкнулась в этих обстоятельствах оно все равно рано или поздно наступает и ты будешь рано или поздно искать этот выход из этого замкнутого круга этого вы сейчас уже ищете этот выход но вы не находите его и только вселенная вам даст направление я уже говорила там трансформация какая-то там обстоятельства достаточно какие-то будут серьезные но не очень приятные но именно эта ситуация станет для вас новым потенциалом вот как раз раскроет вас ту сторону которая закрыта эту дверь нужно открыть и она будет открыта видите у вас идет новая жизнь дом это всегда новая жизнь это что-то что является общим для обоих это ваш дом где вы будете не в одиночестве здесь контакты идут люди семья окружение уют какой-то вам не по судьбе одиночество последствия случившегося лично для вас ну видите как фальшивая персона у вас конечно на пути мог стать какой-то человек не он непорядочный завистник может быть просто человек который вмешался в ваши дела здесь конечно действительно ценный урок кто-то преподал вам цен ценный урок это конкуренция это момент соревнования нечестной игры деяния недоброжелателей это то что должно было поднять вас на уровень выше что-то должно было произойти чтобы вы испытали что такое предательство что такое обман подставы вы как поняли суть человеческой природы в какой-то момент своей жизни это было неприятно для вас но это действительно опять же ценный урок это что-то как копилочка вернее как монетка в вашу копилочку да как вот ну вот опыт какой-то появился благодаря которому вы можете развиваться жить идти сквозь преграды вы человек который которого жизнь научила видеть насквозь людей я так скажу вы ищете даже бессознательно вокруг себя обман ложь чувствуете интуитивно как бы это интуитивное чувствование идет и поэтому ваш мир конечно закрыт он и будет закрыт карта комната говорит о вашем личном пространстве которое будет приятным каким-то позитивным но достаточно минималистичным это тесный мир какой-то это круг очень тесный самые близкие люди только проверенные только те кто прошел сквозь вашу личную какую-то проверку вы по жизни возможно тестируете людей ну вот как-то жизнь у вас так складывала что часто попадались нечистые на руку люди недобросовестные и вы как бы поставили такой внутренний фильтр в себе через который пропускаете всех кто попадается на вашем пути экспектейшн карта ожидания но говорит о том что ваши ожидания конечно увенчаются успехом но только когда вы замкнете свой вот этот внутренний мир у вас и сейчас как бы внутренний мир достаточно тесный но в будущем он будет состоять из других энергий там будут другие люди вот такой расклад надеюсь информация была